итак ребята всем привет сегодня у меня будет нестандартный выпуск выпуск связано с обзором и тестирование пинпойнтера на меня вышел один человек который является одним из неплохих таких людей которые занимаются кладоискательством немножко в этом что-то понимает и у него есть свои изобретения и сегодня одно из них мы будем с вами рассматривать а именно пинпойнтер достаточно дешевый и будем смотреть на его ттх тактико-технические характеристики что он может за эти деньги так что сегодня будем с вами рассматривать обсуждать критиковать в общем все 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 и хочу от вас то же самое получить именно в комментариях хотел бы узнать ваше мнение советы по модификации новых приборов то есть чтобы нам было удобно работать с такими вещами потому что сейчас очень большой объем на рынке появились именно вот такие вот пинпойнтеры но к сожалению они не все хороши тем что нам бы хотелось во первых очень высокая цена во вторых характеристики нас такие не устраивают ну и если есть какие-то фишечки новые тенденции в этих приборах они грубо говоря практически не нужны и сегодня я вам покажу протестирую достаточно дешевый простой пинпойнтер вот и думаю мы с вами посмотрим разберемся вынесем вердикт все плюсы недостатки и хотел бы услышать ваше мнение так что сразу приступаю к обзору данного пинпойнтера смотрим итак ребят приступим данный пинпойнтер у нас интересен тем что здесь имеется необычное включение включение именно при помощи сенсора палец присоединяем к этому месту и прибор у нас заработал то есть кнопочек у нас здесь нет есть окошечко индикатор он показывает цель в принципе что хочу сказать по минусам перед тем как приступлю к тесту то что здесь вот у нас имеется где место для сенсора кнопочки сенсора отверстия в эти отверстия могут попадать частицы грязи песка и все прочее и это недостаток и это я изобретателю обязательно скажу и он этот недостаток устранит это раз во вторых сенсор сенсорное включение это конечно ноу-хау очень интересно любопытное но факт в том что если она выйдет из строя то ее нужно будет как-то устранять а я думаю не каждый сможет кнопку поменять может быть сможет любой но такую сенсор не смогут это тоже минус затем что еще в принципе он идет в нескольких модификаций как мне сказал товарищ он может быть как водонепроницаемый так и вот в такой форме то есть сегодня мы будем с вами рассматривать и рассказывать я бы вместо сенсорного включения сделал бы просто напросто вот здесь вот кнопочку водонепроницаемую а это заглушка будет у нас плотно закрываться и все больше ничего то есть будет прибор герметичный без всяких вот этих отверстий так ну приступим будем сегодня испытывать нестандартный набор а тестируемых металлоизделий потому что буду прикреплять в верхнем углу тесты именно профессиональных приборов это городские вот так что это сегодня я буду сравнить с гартом ну поехали для начала как и везде будем испытывать так включаем ставим на 0 и так берем ребят мелкую самую деталь это у нас петровская чешуя серебряная и проверяем 1 и 2 1 и 3 берем 5 копеек серебряные полтора полтора сантиметра серебряные полтинник полтора берем медный крестик 2 с половиной золотое кольцо обучальное 2 и 7 2 с половиной 2 с половиной сантиметра как вы видите по сравнению с гаретом в принципе не особо отличается но отличается ценой так ну сделаю я еще несколько таких знаете проверок именно на золото как видите золотая цепочка практически вплотную должна чтобы она подавал сигнал такие же показатели у города но и как же без царей крупных пятак не особо всего-навсего 3 сантиметра ну и пятачок возьмем советский золото партии тоже 3 такая медная монета 3 сантиметра и вот такая вот советская тоже 3 но в принципе на этом и наверно закончу и сейчас я попрошу вас рассказать и показать какие бы вы хотели бы увидеть изменения в этом приборе я вот например хочу чтобы в этом приборе была кнопка не сенсором сенсорная как здесь вот имеется сенсорное отверстие и тем самым включается и выключается я хочу чтобы была здесь кнопка прорезиненную то есть он чтобы был водостойкий повторюсь он говорит что им у него есть несколько модификаций данного прибора вот предоставил он именно вот в таком варианте есть конечно любители ноу-хау такие как вот сенсорное включение вот но ваши советы мнение хотел бы услышать от вас конечно простота прибора очень радует он наверно в два раза меньше чем обычный а пинпоинтер в два раза то есть это пинпоинтер считается как бы еще брелком показатели не особо радует но хочу вам сказать он того стоит этих денег сколько запрашивать изобретатель всего-навсего две тысячи рублей естественно он их может модифицировать на ваш вкус ну вот ребят провели мы с вами обзор небольшой тест данные штучки штучка под названием пинпойнтер так что посмотрим как он будет себя вести в работе мы наверное его будем использовать в дальнейшем именно металлопоиски возьму на прокат и посмотрим на результат так что пишите слушаю ваши советы будем давать ваши рекомендации именно этому изобретению изобретателю и он уже будет смотреть и устранять свои недостатки по данному прибору но сейчас попрощаюсь с вами итак ребята у данного изобретателя также имеется и приборы приборы металлоискатели несколько у него есть приборов такие как питон крот потом еще в общем несколько название конечно специфические а принципа такого же как есть и уже приборы пират и все прочее но у него немножко такие знаете довольно таки приятные зачетные цены и по показателям они не уступают именно таким гигантам как гарет фишер мини лав в общем если что то будет у нас какие то продвижения с данным изобретателем я вам покажу его непосредственно изобретение детище именно металлоискатели так что думаю у нас с ним сотрудничество сложится все хорошо и я вам протестирую в скором будущем эти приборы итак ребята сегодня мы с вами разобрали данный прибор пинпойнтер достаточно дешевый простой есть конечно в нем там свои недостатки есть свои нюансы плюсы в общем все 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 мы с вами рассмотрели и хотел бы повторюсь услышать ваше мнение если бы вы такой прибор себе бы покупали что бы вы хотели в нем иметь именно знаете обоснованные мотивированные просьбы что вы хотели потому что я буду составлять рекламацию и буду данному человеку который вышел на меня изобретатель я ему все ваши пожелания передам и он в будущем будет делать именно то что мы с вами хотим так что надеюсь от вас комментарии услышать и довольно таки приятный ноу-хау что вы были в этом приборе так что приятное изобретение достаточно удобное простое в использовании и дешевое так что все жду от вас писем звонков комментарий и всего прочего пока и удачи на новом обзоре все неповторяну свои и захот робот если